Всем привет! Представляю вашему вниманию сборочку Linux Mint LMDE. LMDE пробовали, вероятно, Linux Mint Дебяновское издание Edition. Значит, ну что, практически сборка получилась добротная. Ну, пару моментов тут пришлось повозить. Значит, что? Поставил я Stacer, но его установщики программ не было. Нашел через интернет, поставил, но все работает, как говорится, нормально. Дальше. По установке коночек и систембаку. Значит, систембак. Значит, вот можно попробовать поставить через эту вот команду. Я ставил несколько по-другому. Я ставил, брал версию 1.8 у себя с кладовочки. На Google Drive. Вот, на Google Drive. Там, значит, тут у меня в программах для Linux. Вот, систембак есть. И в систембаке... Так, сейчас посмотрим, какой это пак. Пак 1.8. То есть, это оригинальный, старый, как говорится, автор-производитель. А затем я, значит, зарядил апдейт и установил вот эту команду, установка LeafBoot и Casper. После этого он у меня стал создавать образы нормально. Нормально. Так. ConkyManager. Вот, устанавливается. Первый раз команду вот эту заводите в терминал. И вторая команда заводится вот сюда, тоже в терминал. И у вас будет Conky, как говорится, менеджер. Ну, я их уже с панелечки отсюда убрал. Ну, практически скажу, что, ну, что он, видите, интернет показывает, всё показывает, всё нормально работает. Вот. Все остальные программы я ставил вот, пожалуйста, через установщик программ. Вот отсюда. Посмотрите, что я ставил. Audacity поставил. ABS Studio OpenShot Video Redactor. SM Player и SM Tube. Это вот такие программы для работы с видеофайлами. Если они вам не нужны, ну, просто их уберите. Из графики оставил всё как есть. Интернет. Ну, что, стандарт. Две кладовочки Dropbox и Megasync. Значит, кликайте по ним, заводите свои пароли, заходите и пользуйтесь. Два браузера. Google Chrome и Firefox. Куда он там спрятался? Сама низ? Да. Вот. Firefox. Значит, программа для общения. Skype, Telegram, WhatsApp и Zoom. Вот интересная программка. Значит, Free Download Manager. Он может скачать как файлы больших размеров, так и торрент-файлы. Вот. На Windows у меня он соединён с Google Chrome и автоматически всё цепляет. Здесь я, значит, не пробовал. Ну, просто копировал ссылку, как говорится. Им устанавливал всё. Работает нормально. Если... Там... Напишите мне позже, как вы сделали, чтобы он автоматически на Google Chrome всё цеплял. Ну, я буду благодарен. Просто руки уже до этого дела, как говорится, не дошли. Вот. А так, штучка хорошая. Так. Ну, что ещё? Давайте-ка глянем. Значит, вот стенсер у меня отсюда не ставился. А все остальные программы... Вот я вам сейчас здесь привожу их в список. Сейчас сделаем окошечко побольше. Так, вот сделаем. Вот, значит, смотрите. Из интернета, значит, Dropbox. Приданно в лот-менеджер. Google Chrome тоже ставил я из интернета. Так. Мегасинг поставил через эти программы. Skype, Telegram, Whatsapp и Zoom ставил через программы. Ну, офис, само собой, разумеется. Дальше. Через три ставил через программы. Значит, Konky Manager ставил вот через Через три, через эти две команды. Через программы поставил Onboard и Plank. Значит, Stacer через интернет ставил. Ну, что здесь у нас. Поставил группку Stamizer через программы. Виртуальную коробочку я ставил через сайт производителя для Debian 10 выбрал. И он у меня нормально, коробочка работает. Как говорится, никаких проблем не было. Качал с сайта производителя я для Debian 10 и пакет расширений. Вот. Это, значит, вот я, так сказать, устанавливал таким образом. Пошли дальше. TimeShift ставил через программы. TimeShift программу лена хорошая. Есть особенность. Если ее перенести на панель Plank, она не стартует. А если на панельку, пожалуйста, установить. И она с нее, как говорится, и стартует, и нормально работает. И все, как говорится, видите, путем. Значит, ну, снимок экрана. В любой части экрана. Текстовый редактор. Значит, текстовый, значит, файловый менеджер наутилус. Тоже нет проблем. Значит, ну, андборд, клавиатура у меня, значит, тут вот стоит. Вот, пожалуйста, русская. Ну, практически проблем особых я не увидел. Значит, ну, больше вроде бы ничего такого особенного я тут не нашел. Вот. Практически хорошая сборка, готовая к употреблению. Значит, под видеороликом я вам дам ссылочку, по которой вы можете ее скачать. Вот. Скачайте, потестируйте, повыкидывайте то, что вам не нужно. Добавьте то, что нужно. И, как говорится, пользуйтесь на здоровье. Единственное, вот у меня-то здесь, я уже скачал файлик, вишенка. А у вас, чтобы он был, вам нужно будет в Google Chrome, пойти ко мне вот сюда, на Мегу. И на Меге нужно вам скачать вот этот файлик, myvideos.ctb, без всяких волнистых линий. Внимательно смотрите на дату. Вот 20 марта. Ну, сегодня уже 21. Вот, правой кнопкой мышки нажали, скачали, обычная загрузка, там, где вы сохранили, и к нему у вас будет, как говорится, там, дорожка такая. И вы уже через этот файлик всегда, значит, сможете запустить, найти к нему дорогу и открыть его. Ну, тут много чего, как говорится, так что смотрите сами там, выбирайте. Вот. Ну, это, скажем так, маленький краткий справочник. Там и по командам, и по всем моим видеороликам. Вот, последний я сделал ролик, был LinuxFrog 3, значит, как я настраивал там рабочий ствол MX19.3KDE. Так что информации тут вполне достаточно. Ну, что могу сказать? Ну, мне все это дело понравилось, но единственное, вот я сейчас еще раз хочу всем повториться, что, значит, SystemBug у меня изначально, когда я начал им пользоваться, на меня произвел очень благоприятное впечатление. Ну, затем, через несколько лет автор объявил, что он просто-напросто прекращает работу с ним, и все. Без объяснений. Ну, автор, как говорится, есть автор, это его право, ничего тут не поделаешь. Ну, до сих пор, значит, SystemBug продолжает работать. Ну, вот один минус у него, значит, вот объявился. Когда пытаешься, допустим, создаешь вот образ, и хочешь его где-нибудь сохранить в другом месте, а не дает. То же самое, если пытаешься сделать изообраз. А не дает. Видите? Значит, сохраняет строго только вот в домашней папке там, в определенной директории. Вот. И все. Но, тем не менее, все остальное, как говорится, по крайней мере, оно, как говорится, работает. Не показал вам, как ставить. Ставить, значит, сборку надо будет вот таким вот образом. Вот. Или скопировать, или установить. Вся разница в том, что вот если я нажимаю на скопировать, и указываю ему корневой раздел, домашний, и слоп, и он все это автоматом делает. А если даю установку, то здесь нужно будет придумать себе имя пользователя. У меня по умолчанию юзер, а вы поставьте другое. Еще раз. Там, добавьте там имя пользователя. Придумайте там пароли. А здесь назовите компьютер, там, допустим, ноутбук, там, Асер. Или ноутбук, там, Леново. Ну, что-нибудь. А после этого вы сразу перескочите сюда. И здесь у вас вам уже будет предложено, вот, пожалуйста, этот сделаете там корневым, этот там домашним. Вот этот сделаете с вопом, и, как говорится, вперед и с песней. Вот. То есть установка SystemBug довольно-таки проста. Что еще? А, по Google Chrome. Так. Ну вот, расширение. Вот я поставил АВИСОМ. ОСОМ произносится. Ну, вот, например. Та всю страницу пускай возьмет. Какая разница. Просит завести пароли. Ай-то, ни в какую, да? Ну, ладно. Ну, короче, сделает снимки с экрана браузера. И позволяет сохранять их в двух форматах. В формате PDF и в формате JPG. Хорошее расширение. Ну, и добавил сюда еще блокиратор рекламы. Все остальное, как говорится, добавляйте сами. Вот, пожалуйста, здесь вам интернет-магазин. Идете сюда. И ищите себе там свое расширение, которое вам, как говорится, там нужно. Вот. Значит, сайт новый выглядит так. Вот надо будет мне тут помраковать. Помраковать сделать все-таки все-таки все эти картинки чуть поменьше. Вот. Ну, тут два, как говорится, города и две страны. С которыми мне, так сказать, больше всего пришлось мне не делая. Вот. Это город Владивосток. Герб Владивостока. Это Ливерпуль. Герб города Ливерпуля. Ну, и, соответственно, значит, там Англия и Россия. Вот. Ну, такие вот вещи. Тут, значит, очень полезная информация, как работать с фаликом. С этим, с моим. Три видео. Фаликом мои видео. Для вас будет очень полезно. Тут вот MX-19, где-то, сборочка моя. Значит, здесь вот за 2017 год у меня, значит, я сделал... Тут у меня было вот 104 500 просмотров. Так, и... Еще делал я в 2020 году. Это позапрошлом, да? В прошлом. И тут 15 тысяч просмотров. То есть, ну... Хорошие просмотры получились, как говорится. Люди смотрят настройку, там, Минта, Цинамона и так далее. То есть, ну, все нормально. Вот. Поэтому я, значит, вот эту вот сборочку вам могу порекомендовать. Особых там сложностей не было. Ну, вот единственное, установить командами на SystemBug. Затем, значит, скопировать коночки. А коночки я копировал, опять-таки, через мегу. Значит, с меги практически пришлось скопировать только вот файлик MyVideo.ctb. И, значит, вот коночки. Вот, скопировал вот этот я файлик. Коночки вот этот. Вот. Mint, Debian, Ubuntu. Вот тут у меня три файлика. На английском один. Два на русском. Длинный и короткий. Вот так вот берете. Берете, скачиваете один. И то же самое делаете с коротким файликом. Затем, значит, эти файлики вам нужно будет при помощи, значит, файлового менеджера из загрузок скопировать. Файлового менеджера из загрузок скопировали из отдела загрузок, идете в конки, где тут они прячутся. Вот, конки. И вставляете вот эти два файлика. Вот они получаются. Конки ломка, конки шот. Вот. После этого, значит, открываете конки менеджер. Он вот здесь. Вставляете, отмечаете. Вот галочка у меня конки. Есть длинные конки. Ну, я как-то чаще пользуюсь сейчас короткими коночками. Подсоедините, значит, обязательно к сети. Значит. Вот нужно будет в терминале набрать команду iwconfig и посмотреть, что у вас там будет, скопировать и вставить все это дело вот сюда. Вот сюда. Значит. Вот у меня получились, видите, двойные иконки. Значит, что-то не так сделал. Давайте посмотрим. Ну, конечно. Ну, давайте одни иконочки уберем. Вот. Получится нормальной иконочки. Ну, что? Хороший такой рабочий трактор. Во-первых, программа Tonshift делает хорошие бэкапы. Программа SystemBug делает из-за образа настроенной системы. Плюс еще она и свои образы создает. Не из-за, а свои бэкапы. Вот. Для этого, значит, нужно вот здесь нажать кнопочку Create New. И у вас будет в формате SB, значит, но не из-за, вот, будет, опять-таки, бэкап нормальной, значит, системы. И тоже всегда можно будет с него восстановиться. Восстановиться. Ну, ладно. Значит, я вам желаю всего самого доброго, всяческих успехов и удач. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok